Проблема капитального ремонта, повышение оплаты проезда и будущее общественного транспорта. С этих тем началась пресс-конференция с прокурором Рязанской области. И на все вопросы Олег Черныш постарался дать ответ. За проведением капитального ремонта прокуратура следит постоянно и моментально реагирует на жалобы людей. Так, за 2017 год было привлечено к ответственности 87 лиц. В сфере ЖКХ, которая, по словам экспертов, является одной из самых прозрачных в экономике, за прошедший год выявили более 2000 преступлений. Коснулись и темы повышения оплаты за проезд. Прокурор Рязанской области Олег Черныш отметил, что при проверке они учли множество факторов и пришли к следующему выводу. Правильно поступили администрация города. Так вот, я вам цифры приведу. По результатам финансового мониторинга и анализа, который был специалистами проведен, фактическая себестоимость одной поездки пассажира по регулярным маршрутам в городском сообщении составляет в автобусе 35 рублей 79 копеек, в троллейбусе 29 рублей 22 копеек. Это без прибыли, это только себестоимость. Поднимались и вопросы об уборке платных парковок. Олег Черныш ответил очень просто. На это в прокуратуру жалоб не поступало. Но он сам хотел бы озвучить этот вопрос администрации города. Сравнивая город Рязань с Тулой, прокурор отметил, что наш регион сильно проигрывает. Постоянный снег и грязь. А касаемо платных парковок, он ответил просто. Все по закону. В полномочии органов местного самоуправления городских и кругов относятся принятие решения о создании и об использовании на платной основе парковок, расположенных на автомобильных дорогах, общего пользования местного значения, а также установления порядка их создания и использования. Но для города есть и хорошая новость. По договору, через 7 лет платные парковки безвозмездно перейдут в собственность муниципального образования города Рязани. От общих вопросов перешли к частным. Газопровод в селе Забуре, который стал темой для обсуждения ни одного репортажа. Прокурор Рязанской области поспешил поставить точку в этом вопросе. Есть и проектная документация к тому, чтобы его запрятать под землю, чтобы он не торчал по поверхности. Но, к сожалению, собственник участка теперь не допускает. И санаторий на свой участок, чтобы эти работы выполнить. И санаторий обратился в суд с иском о понуждении к тому, чтобы эти работы были выполнены. Хотя я не знаю. Собственник просто, наверное, не знает своих прав в этом случае. Если они это сделают, и он согласится, то он имеет право с ним потребовать франшизу за использование его участка по газопроводу. Чем плохо? Один из последних вопросов коснулся Рязанского конного завода в поселке Дивово Рыбновского района. Телеканалом «Город» было выпущено несколько сюжетов о гибели лошадей, а также о фактах жестокого обращения с ними. К тому же в социальных сетях не раз появлялись фотографии погибших жеребцов. Однако в ноябре прокуратуры никаких фактов жестокого обращения выявлено не было. В январе появились новые фотографии. Отреагирует ли на них прокуратура Рязанской области? Ну, съездите сами посмотрите. Я вам искренне говорю. Я съездил, посмотрел. Нормальные там лошади? Ну вот, одна или две там были лошадки, у которых по трое, по четверо жеребят были. Они, конечно, маму довели до некого истощения. Надо было, конечно, кому-то следить за этим. Есть проблемы, мы на них отреагируем. Сейчас, может быть, что-то произошло опять за вот эти дни? Ну вот, мы, естественно, вчера или позавчера, когда это была публикация, мы на нее отреагируем. Уже я сегодня прям прокурору давал поручение выехать, разобраться, посмотреть. По итогам пресс-конференции прокурор Рязанской области отметил, что взаимодействие СМИ с ведомством стало куда лучше. За прошедший год по сюжетам и публикациям в средствах массовой информации было организовано 54 проверки. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город».